Сочи на инвестиционном форуме подписал соглашение по одному из самых дорогостоящих проектов достройки жилых домов в Раздольном. Минута молчания в память о тех, кто не вернулся в Сочи. Вспомнили сегодня воинов-интернационалистов, не пришедших домой из Афганистана. Мы вместе. Волонтеры Сочи провели сегодня флешмоб в поддержку онкобальных детей. Сочинские полицейские провели для школьников необычный урок. Кинологи рассказали, как воспитать из щенка верного друга. В Сочи основной день работы Российского инвестиционного форума. Главное событие сегодня – это приезд Дмитрия Медведева. Председатель правительства обошел экспозицию саммита. Каждый регион пытался как можно дольше задержать у себя на стенде главу Кабмина. Без особых сложностей это удалось сделать Краснодарскому краю. Проект, который представляет столица Кубани, сам по себе необычный и, можно сказать, дерзкий. В Краснодаре ищут инвестора для строительства воздушного метро. По сути, канатной дороги прямо в городе для перевозки пассажиров. Плюма-то, мне кажется, точно потянет. Надо продумать вопрос о лошадной дороге и этот день с пассажиром. Попробуйте. Высоко Дмитрий Медведев оценил и инвестиционные предложения Сочи. Олимпийская столица планирует подписать соглашение на сумму 17,5 миллиардов рублей. Это и строительство концертного зала рядом с Федеральным образовательным центром «Сириус» и проект по благоустройству Лазаревского района. Ну а еще до открытия делового форума стенд региона, кстати, и самый масштабный из всех, посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Ему показали, какими предложениями Кубань будет привлекать инвесторов. Промышленный кластер, транспортный, сельское хозяйство, туризм и социально-креативная индустрия. Эти отрасли стали основными при выборе проектов, которые муниципалитеты привезли на форум. Всего от Краснодарского края почти 450 инвест-предложений. Уже за день до открытия на площадке все было готово к большому разговору между бизнесом и властью. Мы привезли пять проектов, из них два будет здесь на подписание, три мы предлагаем потенциальным инвесторам. Значит, общая сумма составляет 746 миллионов рублей. Самый большой из них – это выращивание и переработка фруктов. Мы привезли разнонаправленные проекты. Это, прежде всего, наша традиционная оздоровительно-рекреационная часть. Данный проект расположен не на Черном море, не на Азовском, а на Таманском заливе. Перед официальным стартом проекты, которые презентуют районы, принял Вениамин Кондратьев. Глава региона подошел к каждому стенду. Их на этот раз разделили не как обычно по алфавиту, а по экономическим зонам. Всего получилось семь. В зависимости от географического положения и инвестиционного потенциала. Например, Кореновский район находится в центральной зоне. В ней упор делают на проекты в сфере сельского хозяйства. Привлечь инвестора местные власти решили проектом по выращиванию грибов. До начала данных проектов, именно по русскому грибу, 85% шампиньонов завозилось и за пределы Польши, Германии и так далее. Рынок колоссальный. Наверное, то есть, что сегодня делает наш агропромышленный бизнес? Он реагирует на спрос. Да? Да. И это абсолютно правильный подход и подход глав муниципальных образований. То есть, готовить те инвестпредложения, которые максимально отвечают сегодняшнему спросу на рынке. Постребуют, да? Да. И тогда, конечно, проще будет находить инвестора. Если они не с неба эти инвестпредложения, а продиктованные рынком, спросом на рынке, дефицитом на рынке, в том числе продукции или услуг, как коллеги некоторые предлагают, тогда это будут очень результативные проекты, конечно, доведенные до результата. И они очень быстро, я уверен, найдут своего инвестора. Ставку на агропромышленный комплекс решили сделать и в Каневском районе. На инвестиционный форум униципалитет привез проекты по сельхозпереработке. А одним из основных предложений стало строительство большого тепличного комплекса. Сейчас вот площадку по натуре полностью инфраструктура вся есть. 874 миллиона, 10 гектар площадь. Это хороший, современный, который будет 7 тысяч тонн овощей вырабатывать. Сегодня, понятно, у нас определенные странные конкуренты. Вы снова идете на тепличные комплексы по выращиванию овощей, не боясь уже этой конкуренции. Значит, вы уже уверены в себе. И наш агропромышленный комплекс уверен в себе и не боится конкуренции. Это очень важно. А значит, мы можем смело и уверенно смотреть в завтрашний день в нашем агропромышленном развитии. Строите, коллеги, строите и не бойтесь. И ту нишу, которую мы уже на полке заняли, поверьте, Кубань никому не отдаст. Чтобы впоследствии не было вопросов со сбытом выращенных овощей и фруктов, муниципалитеты отдельно подготовили инвестпредложения по строительству логистических центров и перерабатывающих предприятий. Как неоднократно заявлял губернатор, это должно быть одним из самых основных направлений. Логистические центры нам нужны. Но главное, чтобы они были заполнены нашей кубанской продукцией. Наша должна быть переработка. Поэтому мне очень важно понимать, что мы строим. Перевалочные базы или настоящие логические центры, в которых будет находиться продукция, которая выращена, произведена в Краснодарском крае. Центральное место в экспозиции края занимает, конечно же, столица Кубани. Краснодар представляет семь проектов в приоритете социальные инвестпредложения. Отдельно развитие инфраструктуры города. Например, чтобы облегчить ситуацию на дорогах, могут построить канатное метро. Мы сегодня говорим о пяти направлениях. То есть, самые загруженные направления. Это у нас микрорайон, который включает в себя стадион Ангалецка. Дальше земельный участок именно в московском микрорайоне у нас, в Восточном Кругликовске. Это у нас Красная площадь. Красиво заявили, красиво показали. Берем время полгода, чтобы все взвесить. И тогда горожанам, глядя в глаза, сказать, или мы начинаем, или не начинаем. А если уже скажем, что мы начинаем, когда назвать сроки, когда начнем и когда закончим. И когда в городе появится канатное метро. Продумывать логистику в соответствии с ростом краевого центра приходится и ближайшим к нему муниципалитетам. Горячий ключ, северские и Денской районы напрямую зависят от дальнейшего развития кубанской столицы. Винович, так как мы ближе всех к городу Краснодару, и стратегия развития 2030 предполагает следующее, что это непосредственно логистические центры. То есть мы первые из города, когда будут выходить промпредприятия и склады, мы должны первые, кто предоставит эти места. Вот сейчас мы с мэром Краснодара говорили о том, что потенциально красота должен быть круглым. И двигаться он начнет, чтобы стать круглым, иметь эту форму. Но оно Денской. Вот Денская сегодня должна синтезироваться глава района с мэром Краснодара для того, чтобы понимать, где развитие Краснодара в приоритете. Чтобы не получилось так, что они сейчас промзоны понавелывают, а потом эти промзоны в ближайшее время, а это может быть через 10, а может быть через 5, уже будем выносить, понятно, в какую сторону. Поэтому здесь надо взять на особый контроль, чтобы своим промышленным потенциалом Денской район не убил будущее Краснодара. Все проекты края уже сегодня были оценены бизнесменами. Чтобы привлечь инвесторов, у регионов есть всего два дня. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Нарастить валовый региональный продукт и увеличить в нем долю малого бизнеса. Стратегию развития Краснодарского края до 2030 года обсудили в Сочи. О проекте социально-экономического рывка говорили губернатор Внямин Кондратьев и председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В частности, программа предусматривает рост объема промышленной продукции в 2,5 раза и увеличение до 50% доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. Все это должно сказаться и на ежемесячной зарплате кубанцев. К 2030 году в планах поднять ее на 80%. Стратегия по себе еще составлена таким способом, построена, что она способна и к трансформации, по большому счету, то есть быстро отвлекаться, на том числе и на ситуацию, которая будет меняться на рынке. Это очень важно. Но вот все-таки то, что касается флагманских проектов, на самом деле амбициозной, конечно, цель ВРП в 2 раза увеличить эти, да, 5 триллионов, ну, почему бы и нет? Мы по итогам прошлого года ВРП увеличили на 2,3%, а в этом году мы планируем на 3% увеличить ВРП. То есть, понятно, мы раскочегариваем сегодня экономику, максимально пытаемся не ошибиться в приоритетах. Сегодня полки от оправданного импорта, конечно, высвобождаются. И что хотят регионы? Они хотят залезть на эти полки со своими товарами и услугами. И, конечно, мне надо же сделать все максимальное, чтобы залезть на эти полки, которые от импорта сегодня высвобождаются, а завтра уже они высвобоятся. И кто-то залезет и уже, скорее всего, не пустят, те, кто не успел. Поэтому мне важно, почему эти приоритеты и как мне быстрее достигнуть этого. То есть моделизировать те отрасли экономики, которые явно отстают. По ряду индексов Краснодарский край относится к регионам большим потенциалом. И уже сейчас по индексу рюкзанского центра, который охватывает все регионы, анализирует все регионы, Краснодарский край занимает разные позиции по ключевым вопросам от первого по девятое место. Это очень высокий уровень по сравнению с другими регионами. То есть это серьезный потенциал. И в самой стратегии ставится задача войти по всем показателям, основным, в пятерку лучших регионов. Обсуждать стратегию развития Краснодарского края до 2030 года продолжили уже в рамках открытой дискуссии. Она состоялась на стенде Краснодарского края. Расскажет Инга Габешия. Одна из главных целей Краснодарского края на нынешнем российском инвестфоруме представить стратегию развития региона до 2030 года. Этой теме была посвящена солидная часть стенда Краснодарского края. Стратегия должна ответить на важный вопрос, в каком направлении край будет развиваться в ближайшие 10-12 лет. Разработкой документа больше года занимался Леонтьевский центр. Он специализируется на разработке программ социально-экономического развития и эффективных механизмов стратегического управления. Вот стратегия. Мы имеем ее уже вокруг. Потому что сам стенд, само позиционирование каждого из муниципалитетов уже в новом свете. 7 экономических зон, 7 приоритетов, 7 флагманских проектов. Они уже живут, они уже запущены. В Центре стратегии развития Кубани до 2030 года рассказали на открытой дискуссии. Наряду с развитием агропромышленного комплекса, туризма, транспортной инфраструктуры, промышленности и социальной сферы стоит развитие человеческого капитала. Отличным примером может быть образовательный центр «Сириус», который выявляет и поддерживает талантливых детей. Сейчас уже развивается и сеть подобных региональных центров. В будущее нужно вкладывать уже сейчас, ведь как раз нынешние выпускники школ к 2030 году будут стоять у руля во власти и бизнесе. Сегодня стратегически для нас важно создать комфортную следу жизни в нашем регионе. Противно звучит мальчишки и девчонки, так называемые высокобальники, которые уезжают в ведущие вузы России, но, к сожалению, не совсем хотят возвращаться. А о чем мы сегодня говорим? А мы говорим о том, что сегодня, вкладывая в молодежь, мы вкладываем инвестиции в будущее, безусловно. Но мы должны понимать, безусловно, молодежь нужно вкладывать, но в первую очередь нужно вкладывать в комфортную следу жизни этой самой молодежи, в условиях, в которых они будут развиваться. Важным стратегией является принцип образования через всю жизнь. Сегодня просто необходимо повышать эффективность состоявшихся кубанцев, уже занятых в бизнесе или на госслужбе. В целом же стратегию развития Краснодарского края до 2030 года называют очень амбициозной, но вполне реалистичной. За ее исполнением будут следить так называемые проектные офисы и при необходимости вносить в нее коррективы с учетом экономических реалий. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Агротуризм на Кубани стал одной из самых лучших региональных практик в России. Сегодня на инвестиционном форуме в Сочи подвели итоги национального конкурса «Инициатив социально-экономического развития субъектов страны». Участие принимали 77 регионов. Краснодарский край попал в номинацию. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал об опыте создания объектов агротуризма. Это может стать не только бизнесом, но и хорошей рекламой для самого региона. Здесь нельзя прибегать к помощи традиционных операторов, туроператоров, потому что для них это не бизнес. Здесь в первую очередь нужно сломать самих себя в понимании, что агротуризм – это бизнес, с помощью которого муниципальные образования могут очень существенно поволнять свой бюджет. Вот сегодня мы делаем все, чтобы агротуризм имел маршруты, имел систему. И сегодня у нас уже на выходе мобильное приложение агротуров, маршрутов, атлас маршрутный существует именно по тем фермерским хозяйствам, по сыроварням, по виноделям, которые в крае достаточно хорошо развиваются. За развитие туристического потенциала Краснодарский край получил диплом. Вручил его заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак. Абинский электрометаллургический завод подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, уже в следующем году в Абинском районе откроют новый цех по производству метизных изделий. Там будут выпускать до 200 тысяч тонн проволоки и арматуры. Вложить в предприятие планируют больше 3 миллиардов рублей. Сочи на российском инвестиционном форуме подписал соглашение по одному из самых дорогостоящих проектов – достройки группы жилых домов в селе Раздольное. Общий объем инвестиций составит более 5 миллиардов рублей. Дома возводились компанией РЖД «Стройка» Олимпийским играм, но не были завершены. Инвестор уже приобрел участок. Сейчас на нем построено 28 домов от 10 до 16 этажей. Частично подведены коммуникации. Итогом реконструкции объекта станет жилой комплекс, расположенный в непосредственной близости Министерских озер с одноименным названием. Как отметил глава города Анатолий Пахомов, главный плюс проекта – это комплексный подход к благоустройству территории и создание комфортной городской среды. Это комплексный подход. Это не только завершение строительства 28 многоквартирных жилых домов, а это и строительство на территории этого микрорайона школы, это строительство детского дошкольного учреждения, строительство спортивной зоны. И, конечно, это создание скверов, парков. В данном случае они вот озера будут приводить в порядок. То есть это будет одним из красивейших мест, куда жители, ну, в том числе, не только, значит, микрорайона, но, я думаю, что и сочинцы будут с удовольствием приезжать. Перед покупкой нами проводилась строительная экспертиза данных объектов. Никаких нарушений строительных норм и нарушений объекта выявлено не было. Поэтому мы к реализации проекта можем проступать уже с следующего месяца. С марта месяца у нас запланировали выход на площадку строительную. И сдача первого жилого комплекса может быть осуществлена уже в этом году. Для разгрузки транспортных сетей силами застройщика будет построен выезд на улицу Макаренко. Реализация всего проекта рассчитана на 4 года. И к другим новостям. Минута молчания в память о тех, кто не вернулся. В Сочи вспомнили сегодня воинов-интернационалистов, не пришедших домой из Афганистана. 15 февраля советские войска полностью покинули территорию республики. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года. Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны маджахетов. В течение 10 лет сотни тысяч граждан нашей страны исполняли в республике интернациональный долг. Около 15 тысяч наших соотечественников погибли. Среди них и 13 сочинцев. Память не вернувшихся домой почтили сегодня минутой молчания. Здесь у Стеллы Афганский узел в Комсомольском сквере. Войны-интернационалисты собираются два раза в год. В день ввода и вывода войск из Афганистана. И та, и другая печальные для них даты. Наша с вами задача всегда помнить о тех, кто ушел, быть достойными и в памяти. И всегда помнить об отцах, матерях, вдовах, тех, кто не вернулся с этой Афганской войны. Молодыми еще ребятами вы принимали участие в боевых действиях, а потом, вернувшись на территорию Советского Союза, продолжили, скажем так, передавать полученный свой опыт. И продолжили делиться накопленным мужеством, отвагой, ну и, конечно, сплоченностью своей. 29 лет прошло, но вы как один в едином строю, вы вместе, вы рядом. Всего же в боевых действиях на территории Афганистана приняло участие 723 сочинца. Памятные мероприятия сегодня прошли во всех районах курорта. Сочинские полицейские провели для школьников необычный урок. Ребят познакомились с работой кинологической службы и рассказали, как воспитать из щенка верного друга. Накануне Дня защитника Отечества полицейские пришли в гости к ученикам школы-сада номер 85. Открытый урок начался с демонстрации профессиональных навыков служебной собаки по кличке Рокси. Бельгийская овчарка без труда обнаружила муляж взрывчатого вещества, после чего школьникам рассказали о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов на улице. Собаки помогают правоохранителям не только обеспечивать общественный порядок, безошибочно обнаруживать взрывчатые и наркотические вещества, но и выходить на след преступников. На счету овчарки Рокси ни одно задержание грабителей и квартирных воров. В завершении встречи ребятам рассказали, как правильно воспитывать из щенка верного друга и пригласили сделать совместное фото. Мы вместе, волонтеры Сочи, провели сегодня флешмоб в поддержку онкобольных детей. Он состоялся на площади флага. Участие в акции приняли студенты, волонтеры отдела добровольчества и волонтеры серебряного возраста. Они выстроились в форме сердца и выпустили в небо воздушные шары с пожеланиями. В целом, для привлечения внимания к проблемам детей, больных раком, с 1 по 15 февраля в Краснодарском крае пройдет несколько благотворительных мероприятий. Сегодня Сочинский институт Университета дружбы народов посетил ректор московского РУДН. Презентовали Владимиру Филиппову проекты студентов, отмеченные на региональном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills Russia. В свою очередь, ректор РУДН пообщался с коллективом и ответил на вопросы студентов. В своей презентации директор Сочинского института наглядно продемонстрировала ректору уровень работы вуза. Достижения в том числе в научно-исследовательской работе, студенческом самоуправлении, волонтерстве и международных образовательных проектах самого высокого уровня. Рассказала Надежда Козлова и о стратегических направлениях развития РУДН в Сочи. И здесь акцент был сделан на системе непрерывного образования, взаимосвязи среднего профессионального образования, высшего и дополнительного образования. Интерактивность, мобильность образовательного процесса позволила нам достичь этого направления. Если говорить о стратегии, то Владимир Михайлович правильно отметил, что сейчас университет несколько изменил свою стратегию. Она доступна, она понятна, она лаконична. Владимир Филиппов, ректор РУДН, поддерживает филиал в деле продвижения среднего профессионального образования. Отмечая, что вместе с дипломом выпускники должны уносить и отличные навыки. Сегодня в век информационных технологий наряду со знаниями важны умения. Да, мы в университете делаем то, что нужно там всему миру. 155 стран мира. И мы готовим по их компетенциям. А то, что делает Сочинский институт, он делает для, в первую очередь, региона. А значит, для трудоустройства этих ребят, для их хорошей карьеры. И мы, естественно, университет заинтересованы, чтобы это качество было хорошее. Мы обязательно будем поддерживать его проектами, средствами. Свои проекты студенты, обучающиеся в Сочинском институте РУДН по программам среднего профобразования, презентовали ректору уже сегодня. С этими работами ребята участвовали в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Это движение объединяет будущих и начинающих представителей рабочих профессий из 72 стран. Студенты Сочинского института РУДН в числе сильнейших имфилиппов пожелал и дальше повышать престиж своего вуза. Ну а молодежи, которые сегодня участвуют в российском инвестфоруме, ректор Российского университета дружбы народов прочитал лекции по проблемам высшего и международного образования. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok